Я скажу сейчас такую вещь. Женщина, которая рядом с мужчиной, который гонится за материальными вещами, такими как машины, квартиры, бизнес-бизнес-мани-мани-мани, денежки в кармане, девушки в кармане, удовольствие, алкоголь. Женщина рядом с таким мужчиной, она выбирает такого мужчину глупа. Почему? Покачану. Потому что женщина, когда находится рядом с мужчиной, она получает энергию либо Бога, либо Господь не совсем помогает. Женщина, находясь рядом с мужчиной, который поклоняется Богу, следует законам, правилам и предписаниям, женщина у такого мужчины автоматически получает благо, которое мужчина вымаливает аскезами. А женщина, не делая никаких аскез, получает благодать автоматически и все плоды, то есть женщина и вся семья, то есть дети автоматически получают плоды, которые муж достиг упорным трудом. А они же получают это автоматически. Женщина, которая находится рядом с неблагостным мужчиной, который стремится к материальным утехам, которые на самом деле не имеют никакой ценности духовной, то она, Господь, не защищает такую женщину. Она глупа. Это ее карма, это был ее выбор. Вот, умная же женщина, она выберет другого мужчину. Она выберет мужчину, который следует законам Бога, Творца, который сказал, что тем, кто следует моим законам, моему пути, я буду защищать даже собаку. Буду последнюю защищать, не говоря уже о всей семье, всех родственников и тому подобное. Так сказал Верховная Личность Бога Кришна. Ты можешь изучить Бхагавадгиту, ты можешь изучить нектар наставления Рупагасвами, ты можешь изучить Бхагавадгиту, как она есть, с вами Бхактивидан Дашила Прабхупаду. В общем, ты можешь изучить все сам, чтобы убедиться в этом. Но, девушки, выбирайте достойных мужчин. Достоинство, это не означает, что у него куча квартир, машин и денег. Достоинство, это в первую очередь, что у него здесь. И настоящий мужчина, он сделает для вас все, чтобы вы были счастливы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.